100 дней до пляжа. Невероятный фитнес проект на ННРадио. И по традиции, естественно, у нас в студии находятся члены экспертного совета нашего реалити-шоу. Это Александр Романенко, продюсер проекта. Добрый день, ребята. И представитель, собственно, фитнес-салона, в котором мы отправляем заниматься наших участников, в котором они борются с собой. И об этом у нас пойдет речь в процессе нашей передачи. И представляю с удовольствием нашего нутрициолога, человека, который следит за питанием и режимом наших участников, Оли Угрюмова. Привет. Привет. Давайте, прежде чем мы обещали, что будем знакомиться с нашими участниками, вот первый месяц, никого не будем выгонять. Если только они сами у нас... Если они все выдержат. Да, если сами выдержат, но мы в них верим. И пока получается так, что вроде бы все устояли в течение этой недели. Но нюансы, конечно же, есть. И прежде чем мы пригласим первого нашего участника для знакомства, чтобы все наши радиослушатели представляли себе, кто участвует в нашем проекте. И могли за них переживать и болеть. И, может быть, даже делать ставки, кто из них дойдет до финала, а кто идет раньше. Давайте все-таки теперь подведем итоги первой недели. Пускай в двух словах, кратко. Но мы должны это сделать, чтобы все, кто нас сейчас слышит, представляли, чем мы занимались вот эту неделю. Мы времени зря не теряли. Во-первых, конечно же, есть у всех участников общий, ну так, скажем, называемый чат, в котором мы постоянно общаемся, следим, как человек там вообще поживает. Рассказывает эмоции. Подает ли признаки жизни, да. Какие у него ощущения от тренировок и от нового режима, в принципе, жизни и питания. Так вот, давайте в двух словах расскажем, чего мы добились в течение этой недели. Вопрос, в первую очередь, конечно, Коли. Неделя у нас была очень интересная и плодотворная. Мы научились пить воду. А это не просто ртом, да? Это очень важно, да. Ртом, да. Ртом, да. Причем многие воду вообще обходили стороной, как казалось. А мы научились фотографировать еду и сбрасывать ее фотографии в общий чат. То есть делиться своим пищевым дневником за сутки. Это тоже очень большое достижение. Конечно, читая чаты и видя, что едят, очень увлекательно это. Едят разное. Мы пока за этим наблюдаем, смотрим. Пока никак не корректируем, кроме сахара. То есть у нас эта прошлая неделя была посвящена отказу от сахара. Это, наверное, самое важное достижение, которое только может быть у человека. Мы учимся читать состав продуктов. Учимся находить там слова «сахар» и ставить эти продукты на место. Да, да. То есть у всех было задание отправиться в магазин, прочитать состав продуктов, выбрать подходящие, прийти домой и сфотографировать. То есть я слежу жестко, все шлют фотографии из магазинов, где они выбирают себе продукты. Собственно, мы смотрим даже фильмы, которые посвящены отказу от сахара. Учимся. Мне что нравится среди наших участников, Саш заметил, что они обмениваются мнениями. Те, кто что-то знает, они уже делятся опытом, друг друга мотивируют. Мне очень понравилось, как кто-то помогает другим. Что делать, чтобы привыкнуть или хоть как-то легче переносить эти воздержания. Очень забавно. Они друг другу благодарят. Ну, такой командный дух уже есть. Очень понравилось, очень приятно. Ну, вот смотрите, про то, что нужно пить количество воды, ну, скажем так, чуть больше, нежели вы обычно выпивали за день. Это мы уже говорили вот неделю назад. Ну, допустим, у меня получилось 2,5 литра. Я, честно говоря, пока... Не выпиваю. Не выпиваю. Да. Ну, я вот частично решил этот вопрос с тем, что просто поставил перед собой бутылку на работе. Прямо как сейчас, да. И это помогает, да, потому что ты видишь, обычно забывается. То есть это, может быть, совет, если кому-то нужно, вот номер один, поставьте какую-то емкость, чтобы постоянно была перед глазами. А еще лучше потратить деньги и купить себе красивую бутылочку, которую будете всегда носить с собой, наполнять, когда будете видеть любой источник воды. Ну, вот я подумал, что пускай она будет больше. Ты не любишь красивые что-то? Зато лишний раз просто ходить не надо, наполнять специально. Ну или так, да. Это был совет номер один, от которого мы призываем следовать всех тех, кто следит за продвижением проекта. И вот история вторая с сахаром. Значит, давай поясним. Ну, понятно, что вот чай и кофе мы не добавляем сразу. С чем пить чай? Вот самый распространенный вопрос. С кофе там ладно, там еще с утра может быть бутерброд какие-то... Чаем надо наслаждаться, его не пьют ни с чем. Чай просто пьют, конечно. Нужно хороший чай пить. Да, нужно пить хороший чай, и не нужно его ничем заедать сладким. Здесь тоже пищевая привычка, это важно. То есть вот эти вот все конфеты, шоколадки, что там еще, варенье, джемы... Да, мед, мед, это тоже сахар, да. Все это убираем. Что касается вот этого сложного вопроса, в котором не до конца все разобрались, по-моему, это сухофрукты. Есть какие-то правильные, есть неправильные. В которых есть, которые могут заменять тебе сахар или, скажем, подсластить пищу, а есть те, которые нет. Ну, если мы пойдем на рынок и попросим у продавца сухофрукты правильные, то, скорее всего, он достанет их из-под прилавка, потому что выглядят они не очень, имеют нетоварный вид, стоят чуть дороже, они такие, знаете, скукоженные, не блестящие. Вот это те самые сухофрукты, которые высушены, естественно, методом на солнце и которые имеют пищевую ценность. Все остальные сухофрукты, которые гладкие, блестящие и такие ароматные, они все высушены при помощи химической обработки, обработанной серой, чтобы дольше хранились. И, в общем-то, напичканы непонятно чем и не имеют никакой пользы. А есть ли шанс, что продавцу вообще выгодно продавать то, что не лежит на прилавке? Да, конечно, выгодно. А есть ли способ понять как-нибудь иначе, не только спрашивая продавца? Ну, можно спросить, есть ли у вас другая курага. Я обычно делаю так, если с продавцом я не знакома, я ему подмигиваю и говорю, есть ли другая курага. И он ведет... И он достается под прилавку такую скукожную, она просто, понимаете, имеет нетоварный вид. Мы привыкли к тому, что все такое красивое и блестящее, лежат вот эти вот разлавы. А в магазине, в супермаркете есть шанс что-нибудь такое найти? Нет, нужно идти в магазин здоровой еды. Еще одно откровение. Я накануне в крупном магазине, честно, потратил полчаса вот в отделе этих сухофруктов, там цукаты, не знаю, вот эти вот все сушеные. Я смотрел состав. Там, где написано просто там сушеная груша, допустим, я это брал, но там не написано сахар. А на остальных, где написано сахар, соответственно, я это не взял. Прав ли я? Удалось ли мне победить систему? Ну, по счастью, мы, конечно, сейчас за эфир не сможем разобраться, какие углеводы бывают полезные, какие не полезные, но я скажу одно, что мы отказались от рафинированного сахара, который добавляют при производстве продуктов. То есть тот сахар, который, сахарный песок, который у нас стоит на столе на кухне, и тот сахар, который добавляют в печенье, в шоколад и так далее. Природные сахара, которые есть в остальных фруктах, фруктоза, это самый распространенный природный сахар, мы пока от него не отказываемся, потому что он есть и он нам нужен. Поэтому сухофрукты и фрукты мы употребляем. Единственное, что мы скорректировали количество, не больше 200 грамм. 200 грамм фруктов свежих и 200 грамм овощей свежих. Вот это вот должно быть в рационе у каждого человека, который не только худеет, который просто хочет еще и витаминный статус поддерживать в норме свой. С овощами это тоже максимум? С овощами это тоже максимум, причем мы говорим про, это мы говорим про свежий вид. То есть если они тушеные и так далее, пожалуйста, то есть это овощи в свежем виде. И они должны быть обязательно сезонные. Дорогие друзья, мы не заканчиваем наш эфир, сейчас прервемся на информацию с дорог и, собственно, рекламную информацию. Но за это время, как и в течение всего эфира, вы можете набирать нам 8 9 250 600. И если вас что-то интересует по той или иной теме, мы с удовольствием попробуем ответить на ваши вопросы. Через некоторое время вернемся и будем знакомиться с участниками нашего проекта «100 дней до пляжа». «100 дней до пляжа». Невероятный фитнес-проект на НН-Радио. НН-Радио. 17.22 в Нижнем Новгороде далее о пробках. Загруженность дорог Нижнего Новгорода в эти минуты оценивается в 4 балла. Затруднения местами. Канавинский мост из центра 4, Мизинский мост из центра 9. Остальные переправы свободны. В верхней части города притормозить придется на Надежды Суслова от Ванеева до генерала Ивлеева. В заречной части города более 10 минут Сорумское шоссе. От совхозной до 50-летия Победы. Светлоярская. Несвобода от Макроусова до Культуры. 10 минут к Потолковску от юбилейного бульвара до улицы Кузьмина. Следующий паспробок под заново с часом. А теперь внимание. Реклама на НН-Радио. Так звучат «Жигули». Так звучит «Порше». А так звучит машина. Водитель, который работает в такси «Сатурн» Нижний Новгород. Звони 218-03-73 и начинай зарабатывать прямо сейчас. Федеральная служба заказа перевозок не является перевозчиком. HR Tech. Первая в Нижнем Новгороде конференция о современных технологиях управления персоналом. 14 экспертов из России и мира в открытом диалоге с участниками. Присоединяйтесь. 16 марта. Технопарк Анкудиновка. Заказ билетов по телефону 215-62-94. Граждане, чтоб не случилось чего? Взрыва или отравления? Мастер по газу должен сделать ТО. Впустите его в помещение. ПО «Газпром» газораспределения Нижний Новгород. Любая информация по газу на сайте облгаз-нов.ру. Телефон 4-3-2-4-100. Большая бутыль чистейшей воды источников нижегородских. Всего за 100 рублей. Акваком. Доставка воды и помпа в подарок. Звоните в Акваком сейчас. 413-2017. Вода для офиса и в дом. С доставкой от Акваком. Закажите большую бутыль. Всего за 100 рублей. Доставка и помпа бесплатно. Акваком. 413-2017. 413-2017. Твой новый день. Каким он будет? Приятные покупки и развлечения? Шумная компания или время наедине с собой? Интересные открытия и яркие краски? Открой свой идеальный день с сайтом Women's Day. Заходи в vday.ru. Категория 16+. Реклама на НН-Радио. Работает. 419-3185. 100 дней до пляжа. Невероятный фитнес-проект на НН-Радио. В эфире 100 дней до пляжа, но фактически уже немножко меньше. Мы на НН-Радио затеяли этот проект для того, чтобы подготовиться к лету, подготовиться к пляжу. И дали возможность всем желающим присоединиться к нашему проекту. Кастинг прошли немногие. И сегодня мы начинаем знакомить вас, уважаемые наши слушатели, с непосредственными участниками проекта, за которыми мы будем с вами следить. За которыми вы будете болеть. И за изменениями в жизни которых вы будете следить. И так получилось, что первое, причем, как вы понимаете, это не по алфавиту. Я даже, честно говоря, не знаю по какому принципу. Но как-то так получилось. Представляем вам нашу первую участницу, Марию Якиминскую. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Привет. Сейчас мы немножко послушаем, что Маша не хотела бы, скажем так, от нас скрывать, чем готова поделиться. А потом уже дадим возможность пообщаться и в том числе выслушать оценку того, как в течение недели Маша соблюдала все наши рекомендации от, собственно, непосредственно нутрициолога Ольги Угрюмовой. Давайте послушаем про Машу Якиминскую. Якиминская Мария Александровна. 29 лет замужем. Образование юридическое. Работает в собственной арт-студии. Занимается организацией мероприятий. Свободное время любит читать фэнтези и ходить в спортзал на групповые занятия. Достижением считает свою компанию и возможность заниматься благотворительностью. Старается держать себя в форме, постоянно тренируется, однако ярких результатов пока достичь не удалось. Сложнее всего Марии отказаться от сладкого. Считает, что если человек выглядит классно, значит он успешен. Готова терпеть все ограничения проекта ради талии на 5 сантиметров меньше и ради орешков. Вот здесь надо пояснить. Очень смешной профайл, да? Да, с талией понятно, на 5 сантиметров никому не повредит, но с орешками надо тут разобраться, да? Нет, орешек достанется, конечно. Орешек, наверное, Маша имела в виду физиологические особенности после тренировок. А, в этом плане? Ну да, я думаю. Талия и орешек, бедра в форме ореховидной, вот так вот. Ну, главное, что девочкам стало все понятно. Теперь давайте все-таки перейдем к непосредственно оценке того, как трудилась у нас Маша. Давайте сначала, Маша, скажи, пожалуйста, насколько сложно начинать и что по итогам недели хочется пожаловаться или наоборот порадоваться? Ну, вы знаете, на самом деле начинать было не сложно, было больше любопытно, потому что это очень необычное ощущение. Я хожу в тренажерный зал, я хожу на групповые тренировки, но именно ощущение того, как это происходит на этих тренировках, оно очень новое и очень необычное. В плане того, что ты начинаешь чувствовать свое тело как-то иначе. Если умеешь прислушиваться к нему, ты слышишь его по-новому. И это было в первую очередь любопытно, после тренировки любопытно перестало быть, потому что стало очень тяжело. Ну и на вторую тренировку я уже шла, покачивая плечами, чувствуя себя, знающая ситуацию. Но вторая тренировка на самом деле оказалась еще более интересной, потому что мы начали отрабатывать уже технику. Да, там еще будет много сюрпризов, поверьте мне, в запасе у нашего тренера много разных занимательных упражнений. Что касается диеты и режима, что здесь сложного? Вы знаете, на самом деле, сложность это, конечно же, сахар. Как бы это была просто бомба, когда внезапно мы прочитали в чате, дорогие друзья, завтрашнего дня все отказываемся от сахара. Да, 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 действительно, вот так вот это все звучало. Я просто прямо в этот момент везла домой своему мужу подарок, тортик. И посмотрела на этот тортик, тортик посмотрел на меня, мы поняли, что мы не будем вместе. Вот, муж вообще не против был, он съел все сразу, сам с удовольствием. Вот, в целом сахар это самое сложное. А вообще идея с чатом, идея с тем, что мы постоянно общаемся вместе и должны отчитываться передолей, это действительно заставляет распрямлять спину и вести себя немного правильнее. Ну, съесть ли эту картошечку фри, возьму-ка я рис, примерно так это выглядит. Хотя, конечно, всегда существует возможность фотографировать все, не все, это все понятно, но на это у нас, на этот счет у нас есть и другие, скажем так, объективные показатели, которые будут заметны через месяц где-то. Ну да, конечно. Потому что если ты выкладываешь, что называется, три постных блюда или каких-то, которые наверняка понравятся Оле... А ешь сало? Да, а ешь сало, то есть тебя немножко разнесет. Кстати говоря, муж не вдохновился примером? Мой муж – это образец пирогов и жирного мяса. Олицетворение выпечки. Он очень это любит, при том, как положено мужчине, он от этого не толстеет, ну, конечно же. Он может поедать это тоннами. Вы счастливый мужчина. Ну да, ему повезло. Он живой, да? Сколько ему лет, интересно. Ему 32 года. Скоро это закончится. Я надеюсь, что... Добрый, Оля, да. Ваня, это скоро закончится. Поэтому можно уже начинать привыкать заранее. Оль, нужно теперь все-таки вспомнить, и раз уж у нас есть возможность, что называется, лично какие-то пожелания, в чем были основные сложности у Марии? Мария у нас, как большинство участников чата, чуть-чуть недоедает. То есть количество килокалорий, которое она съедает в день, оно значительно меньше того, что необходимо. Но до калорий мы пока не добрались, поэтому это у нас будет как раз на этой неделе, посвящена этому неделе будет, и мы начнем это количество еды как-то регулировать. Пока я просто наблюдала и смотрела, что же едят, и Маше... Я поставила ей неплохую оценку, потому что Маша справлялась хорошо. Маша выпивала воду по ложному количеству, и, собственно, блюда, которые она выбирала, тоже соответствовали критериям нормы. Есть какие-то пожелания, да? Я так понимаю, что больше все-таки есть? Больше есть, да, но я расскажу как. И еще мне известно, что у Маши есть пончиковая зависимость. Пончиковая зависимость? Пончиковая зависимость, да. Это удивительный какой-то психологический феномен. Что это? А вот, мне кажется, Маша должна рассказать. Ну, пончиковая просто по причине того, что пончик – это олицетворение чего-то шоколадного, очень сладкого и невероятно вкусненького. Поэтому я так ее и назвала. Ну да, действительно, признаюсь честно, я завишу от сладостей. Я очень их люблю. Звучит правильно. Да, да, да. Мы с этим кружком как раз. Да. Меня зовут Маша, я завишу от пончикового. Ну, я стараюсь с этим бороться. Молодец. То есть именно пончики, не какие-то другие пирожные. Это название. Картошка там. В смысле? Муравейник, картошка. Сейчас запрещу, надо запикивать эти слова, запикивать. Все любит, все любит, да. Ну что, мы искренне пожелаем на следующей неделе еще и в этом направлении работать более усиленно. Ну и давайте послушаем тогда оценки, которые выставили наши эксперты по итогам недели Марии. У нас оценка состоит из двух. Сначала выставляет тренер. По пятибалльной шкале. По пятибалльной шкале, да. И, соответственно, наш диетолог, нутрицолог Оля. Вот какие оценки. Давайте сначала от Оли услышим оценку, да? Поехали. Нажимайте. Расшифруем. Это три. Это три звезды по пятибалльной шкале. Ольга говорит, что это неплохая оценка. Это неплохая оценка. Будешь есть больше, соответственно, получишь пятерку. Ну и давайте теперь проверим оценку от нашего тренера. По итогам занятий поставил. Во! Максимальную оценку. Итого восемь баллов зарабатывает у нас Мария. И все эти баллы будут, естественно, в конечном итоге суммироваться по итогам первого этапа нашей программы, когда мы еще никого не выгоняем. А вот потом будем смотреть. Так что обязательно нужно стараться и получать от наших наставников только высокие оценки. Желаем удачи. Спасибо Марии. И сейчас прервемся ненадолго. Послушаем о том, какой у нас предстоит погодный прогноз на этот день. И затем будем знакомиться со следующим участником. Да, такого, ребята, еще не было. Радио реалити-шоу «Сто дней до пляжа». Прямо сейчас, здесь, в прямом эфире, вы можете следить за нашими участниками, как они худеют, готовят свое тело к пляжу и, собственно, присоединятся. Потому что мы даем советы о том, как заставить свой организм перестроиться, как нужно, в принципе, готовить себя к несколько иной, более здоровой и полезной жизни. И красивой, естественно, тоже. 8-9-200-150-600 – это наш прямой телефон в студии. Если у вас есть вопросы кому-то из наших экспертов, пожалуйста, задавайте. А мы продолжаем знакомство с нашими участниками и представляем вам Андрея Матвеева. Давайте послушаем про него, что он из себя представляет. Матвеев Андрей Викторович. 37 лет, женат, отец двоих детей. Имеет высшее экономическое образование, работает в сфере деревообработки. В свободное время играет в футбол, на гитаре и барабанах, катается на горных лыжах, путешествует. Задачу родить сына – посадить дерево и построить дом – считает выполненной. После Нового года обычно садится на диету, скидывает около 5 килограмм, к весне и к осени набирает вновь. Тяжелее всего Андрею отказаться от сладкого, мучного, коктейлей и бургеров. Главным стимулом считает свое будущее и здоровье. Ради результата в виде отсутствия лишнего веса и подтянутой фигуры, готов терпеть и бороться до конца. Вот такой стимул. Главное, что тяжелее всего отказаться от сладкого, мучного, от коктейлей. Тяжелее всего от всего, в общем, отказаться. Андрей, добрый вечер. Здрасте. Ну, давайте знакомиться. В принципе, более-менее понятно. Спрашиваем у участников, в первую очередь, о первых впечатлениях. И раз тут такой ассортимент всего сложного, целый реестр, в общем, продуктов, без которых жить тяжело, надо спросить, как же Андрею живется без бургеров, сладкого, мучного, коктейлей и прочих напитков? Ну, тяжеловатенько достаточно живется, потому что приходится терпеть. Все вокруг едят, весна, шашлыки, сейчас были праздники, восьмое мае. Шашлыки скоро пойдут, да. Это кошмар вообще какой-то. Но к мае мы привыкнем, я думаю. Друзья всегда зовут на какие-то застолья, день рождения навалились прям все разом. Выходные было юбилею родителей, еще на одно день рождения. Юбиле родителей, и ты стойко ничего не ел? Нет, нет, ел, почему же? У нас есть отчет, я фотографировал, там есть даже... Я все видела, хорошо ел, да. Заказывал определенные блюда. Что касается вот тех ежедневных периодов, когда после Нового года худел на 5 килограммов. В чем разница? Что было тогда, возможно, не так уже, понимаешь? Ну, как бы ничего не менял в своем рациенте. Ну, как, садился на диету просто. В чем она заключалась? Ограничивал употребление мучного, сладкого, ел творог, зелень. Вот это буквально месяц какой-то, естественно, просто вода или, я не знаю, что там уходил из меня. 5 килограмм я терял, и приходила опять весна, пляж, шашлыки, и все возвращалось по накатанному. Казалось бы, пляж пришел и должен терять весе, но нет, пляж приносил килограммы вновь. Да, вот такой парадокс. А как тебе нравится, не нравится вообще проект в целом? Вообще, мне на данном этапе все пока что нравится. Нравится то, что со мной занимаются специальные люди, которые в этом разбираются. Нравится, что у нас есть тренер, нравится ходить в тренажерный зал. Опять же, я до этого не ходил, потому что, ну, это такая сила воли должна быть. Плюс деньги, ну, даже деньги не в этом играет роль большую, а именно сила воли, время, целое нужно убить. Я хожу играть в футбол и всегда приезжаю мимо, там вижу окна, люди, они качаются, прыгают, бегут. Для меня это убийственно просто, бежать с утра или еще что-то. Мне недавно рассказали, объяснили, почему люди по вечерам тусуются в тренажерных залах. Потому что казалось бы, когда просто работали, чтобы в 8-9, знаешь почему? Чтобы не пить. Это неплохо. А как тебе EMS технологии, вот что ты про него почувствовал? Ну, я почувствовал единственное, что если ты приседаешь, у тебя болят ноги, ну, вот когда ты занимаешься, или качаешь бицепс и гантели, у тебя после этого бицепс болеет, болит. Я вот сходил на EMS технологии, одел костюм, у меня болело все, начиная от единицы. Гимнастику вы полюбили, да, нашу гимнастику, EMS-студия? Ну, пока что я чувствую, по крайней мере, то, что она действительно работает. Приятно слышно. Да. Ну, я думаю, что результаты в физическом плане, я имею в виду и по картинке изменения, мы будем наблюдать чуть попозже, пока мы только входим в процесс. И вот, собственно, про этот процесс сейчас традиционно попросим прокомментировать Олю, что, на твой взгляд, было, может быть, не совсем правильно. Нет, у Андрея все хорошо. Он активный участник нашего чата. Активный и постоянно как-то даже пытается людей мотивировать, рассказывая свой опыт. То, что съедает Андрей в рамках того, что будет у нас где-то через месяц, когда мы четкое меню составим. Ну, и, собственно, и он достаточно легко, я так понимаю, отказался от сладкого, несмотря на то, что говорит, что ему тяжело. Потому что то, что я читаю, сушеные яблоки, это заменить сахар на сушеные яблоки не каждому подсюму, на самом деле. Ну, вот я по своему опыту, а я пытаюсь следовать всем рекомендациям и, собственно, жить в этом же режиме, я сначала понял, что все это можно, и сухофрукты, и мне казалось, да, какая разница, подумаешь, а потом выяснилось, что это тоже нельзя. Не так-то все просто, ребята. А еще я вот одно время активно покупал всякие консервы, там, фасоли с овощами, а оказалось, что там сахар. И ты приходишь в магазин и смотришь, сахар, где нет его, а где его нет, а он везде есть. 20% продуктов, да, нет только сахара? Ну, надо покупать монопродукты, чтобы избавиться от таких продуктов, в которых есть сахар. Берете монопродукты, отдельно фасоль, отдельно, там, овощи, сами это варите, готовите, получается хороший продукт. То есть... Если на кухне, да? Не, неправда. Но какое-то время все равно нужно. Это все равно немножко дольше, чем повернуть крышку и открыть банку, да? Чуть-чуть. Но к этому надо же чем-то жертвовать, конечно. Мы же понимаем, что просто так ничего не дается. Ну что же, Андрею, мы желаем, естественно, будущего прогресса. И давайте посмотрим, каких оценок он удостоился от наших наставников. Итак, в плане питания давайте услышим оценку. 3. Хорошая оценка. Хорошая оценка, чтобы было 4, а затем и 5, нужно... Больше доедать. Больше доедать. То есть тоже больше есть, да? Да. Будем доедать. А люди боятся, что больше есть. Перемудрил, перемудрил. Потом начнут, начнут понимать, почему они есть. Они боятся, что Оля будет осуждать. А видишь, наоборот, Оля нас приучает к тому, что чем меньше ешь, тем хуже оценка у тебя в итоге. За неделю. И давайте от тренера посмотрим, Алексей, наш тренер, что выставил. Четверку. Четверку поставил, базовая оценка... Нет, хотя... Есть пятерки. Есть пятерки у Алексея. Значит, надо, чтобы еще и глаз горел. Ну что, на этом Андрея мы отпустим. Дальше тренироваться и готовиться к пляжу в течение наших следующих эфиров, естественно, мы встретимся еще. Спасибо большое. Ну и приглашайте тогда следующего участника. Сто дней до пляжа. Невероятный фитнес-проект на НН-Радио. Прежде чем мы познакомимся с следующей участницей и сможем пообщаться, да, она у нас заходит в студию. Давайте послушаем про нее следующая участница Екатерина Куликова. Знакомитесь. Куликова Екатерина Александровна. 41 год. Воспитывает двоих сыновей 16 и 11 лет. Образование экономическое. Работает в социальной сфере. Кроме того, занимается недвижимостью и выездной регистрацией свадеб. В свободное время практикует йогу, восточные танцы. Любит походы на байдарках, конные прогулки и автомобильные путешествия. Самостоятельно делает ремонт в деревенском доме, о котором давно мечтала. Гордится своими сыновьями и тем, что читает им книги на ночь с рождения и по сей день. За своей фигурой следила всегда. Однако признается, что в последнее время заметных результатов добиться все сложнее. С трудом справляется с запретом сладкого. Благодаря проекту Мария хочет перенастроить организм на правильное питание и доказать себе и остальным, что красота тела не подвластна временам. Екатерина, добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. Ну, про сладкое вы нас, конечно, не удивили. А вот тем, что читаете с рождения по сей день с новьем книги, это здорово. Это вы молодец. Ну да, мне самой нравится, я же и сама их читаю. Сначала был Петушок и Курочка Ряба, а потом полное сочинение Шерлока Холмса и так далее. Вот, это круто. Потому что если этого не делать, то будут бесконечные спайдермены с железными человеками. Поверьте мне, я на каком-то этапе стал пропускать чтение книг. Ну да, это вообще очень полезно. Всем советуем, кроме того, чтобы правильно питаться, еще и правильно воспитывать детей. Но мы все-таки немножко не об этом. Давайте к нашим режимам и тренировкам. Насчет сладкого. Пробовали ли до этого выполнять подобные строгие рекомендации диетолога? Нет, конечно, нет. Для меня слово диета, она просто отпугивающая. Слово диетолог, самое страшное слово для меня в жизни было пока. Именно поэтому, заметьте, ни одного диетолога не принимает участие в нашем проекте, только нутрициолог Ольга. Соответственно, здесь мы тоже даже предусмотрели. Но, тем не менее, ну, самое, наверное, мощное действие, которое вы предпринимали в плане диеты, похудения до проекта? Ну нет, никогда не предпринимал никаких мер по поводу диеты. То есть, просто... Вообще никогда? Ну, элементарное, элементарное правило, оно давно уже известно, веками известное правило, старался его придерживаться. Это завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Единственное, о чем я... Сейчас Оля будет ругаться. А где еще два приема пищи? Как минимум, пять приемов пищи должно быть. Ну, мне кажется, я стала есть больше вообще за время проекта. Я даже сама себе удивляюсь. И Ольга пишет, почему себя обидели пятью орешками, но мне больше не хочется. Ребята, вот это тоже ценный совет. Ловите в процессе наших обсуждений. Мы периодически будем давать ценные советы, как такой вот, например. Не ограничивайте себя тремя приемами пищи. Как минимум пять. Да, если хочется есть, меня ругали вот часто дома за то, что это, знаете, называется... Кусочничаешь. Да, да, да. Портишь аппетит, называется. Вот, надо же дождаться, чтобы все сели вместе, первое, второе, там, побольше. И объесться вот это. Да, осталось. О, не жигать, что пойду, полюшу. А потом приличный диванчик. А вот кусочничать в хорошем смысле полезно. Да. Потому что если ты немножко в процессе, там, между приемами пищи где-то остановился, перекусил, то, соответственно, ты не чувствуешь голода. И, соответственно, ты потом за ужином вечером не объешься, там, не съешь больше, чем тебе нужно. И твой жанин всегда работает, работает. А, соответственно, если ты не съешь больше, чем нужно, у тебя не отложится то, что тебе... Там, где не нужно. Там, где не нужно, соответственно, да. Что еще можем порекомендовать Екатерине по итогам вот первой недели нашего питания, Оль? Ну, Екатерина вот с водой. Она обнаружила, что... Ей казалось, что она много пьет воды. Да, я думала реально, что я пью больше. А оказывается, когда стала считать, это вовсе не так Обнаружилось, да, что воды пьют не так много Хотя, кстати, чем старше возраст, тем больше воды нужно клеткам организма Поэтому увеличивайте количество воды Но опять-таки постепенно, да, мы с вами идем к этому постепенно И вы вот не так сразу, что 2 литра мы сразу, да? Штурмим А постепенно, да Ну и плюс Екатерина очень волевой человек, как она мне сейчас только что рассказывала Что она отказалась от торта 8 марта Такого причем, да Да, от куска торта Причем легко Это поступок, конечно И даже была в общепите быстрого питания И ничего там не съела А уехала на другой конец города, чтобы съесть свой ужин из баночки Это достойно Вот на какие подвиги мы мотивируем людей Для участников нашего проекта Это же прекрасно Это уже определенная победа Но это только начало, я вам хочу сказать И, собственно, Воля тоже об этом говорит Что постепенно мы вам будем давать новые и новые задания Пока их 4 я насчитал, да? Ну да, стараемся все выполнять, конечно Включая воду, сахар, что-то еще Режим, пищевый жених Да, 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 совершенно верно Соответственно, на следующей неделе, ну, чуть-чуть приоткроем, там сколько будет еще новых заданий Еще два задания будет Два задания, об этом расскажем уже через неделю А теперь давайте посмотрим, какие оценки выставили Екатерине Наши наставники Итак, запитание Три, да? Три мы насчитали Ну, это хорошая Это хорошая Есть еще два И один Есть еще шансы подтянуться Ну, и давайте зато сейчас порадуем оценкой от тренера Ой, я думаю, не порадует меня оценка от тренера А, это пять Пять? Ну, главное стремление, которое он видел у вас Как вы хотите Вот, наверное, это был единственный Я там чай не полный на всех тренировках Вы же пришли учиться Вы же пришли заниматься Вы самый плохой ученик там у него Итого Как только терпение у него хватает со мной Среди наших участников, которые побывали у нас в студии Екатерина 8, Мария 8 и Андрей 7 Здесь тренер был строг Женщина лидирует у нас Да, ну, к мужчинам, естественно, с них и спрос, с другой Просто март Что касается питания, то у вас у всех, дорогая наша троица, одинаковые оценки А то ли, то есть есть куда стремиться Троица и троица? Да Ну, и можем приоткрыть небольшую тайну У нас среди участников лидирует Готская Анна с оценкой 9 баллов И Сизова Юлия с оценкой тоже 9 баллов Десятки ни у кого нет Да, давайте поаплодируем и поздравим всех участников без исключения За первые трудности, которые удалось с честью преодолеть Ну что же Мы на этом Наш очередной еженедельный Еженедельный выпуск программы 100 дней до пляжа Сейчас завершаем Прощаемся на неделю И принимаем ваши вопросы Заходите в группу ВКонтакте Там есть специальный пост, куда можно в комментариях все писать Еще раз с удовольствием представлю моих коллег Наш экспертный совет Это Ольга Угрюмова, нутрицолог И Александра Маненко Продюсер проекта Всем удачи Всем красивого, здорового тела Слушайте нас, соблюдайте все рекомендации И встретимся на пляже Пока Спасибо До свидания 100 дней до пляжа Невероятный фитнес проект На НРадио